МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Ну что, ну как? Что там? Ну теперь уж все в порядке. Операция по удалению аппендикса вашей дочери прошла успешно. Аппендикс? Слава богу. Ой. Так это аппендицит был, а почему так долго? Ну, во-первых, нестандартное расположение органа, во-вторых, перитонит. Перитонит? Перитонит? Да у нее же не болело ничего. Ну, может быть и болело, только она внимания не обращала. Знаете, у некоторых людей повышенный болевой порог. Понятно. Да, доктор, господи. Спасибо вам огромное. Да ладно, чего что. Не знаю, как вас и благодарить-то. Вот когда дочка выздоровеет окончательно, тогда я с удовольствием выслушаю ваши слова благодарности. А теперь идите-ка вы спать, а то всю ночь бодрствую устали небось. Так вы ведь тоже всю ночь не спали. Я привык. До свидания. Да, до свидания. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Владимир Петрович, я пойду тогда? Давай. Домой спать? Спать уже не получится. Я сейчас домой переодеться и в школу. Ну, давай, давай, Коль. Хорошо. Давай, счастливо. Да, подожди, подожди, Коль. Можно тебя попросить об одном одолжении? Да, конечно. Ты не мог бы зайти в столовую в школе и сказать матери Жене, что с Женей все в порядке? Хорошо. Да, а то я что-то в попыхах даже позвонить забыл, она совершенно не в курсе. А теперь лучше, конечно, все рассказать при встрече, тем более, когда уже все страшное позади. Ну, ладно. Не переживайте. Спасибо. Да, спасибо тебе, Коля. Спасибо за все. Счастливо. До свидания. Счастливо. Продолжение следует... Привет. У меня для тебя новость есть. В общем, вчера Матвей приходил к папе и просил дать ему прибыльный проект. Ну, и что? А то, что Матвей просил деньги на лечение друга. Он сам об этом папе сказал. Какая же дура, Ань. Почему? Да потому что денег нет у Юра, и сам он об этом никогда не скажет. Ну, да. Мы так радовались его поездке, что даже не спросили, на какие шиши он туда поедет. Но мы ему обязательно поможем. Доброе утро, Зоя Семеновна. Здравствуйте, Яна Ивановна. Ну, как ваши дела? Ничего. Только успеваемость снизилась. Все так обрадовались приезду Савченко. Дети так расслабились. Да, что есть, то есть. Да что там, и учителя тоже. Постоянно куда-то отпрашиваются. Детей совсем забыли. Представляете, а я как раз сегодня у Савченко хотела отпроситься. Мне очень нужно уйти. А я не всех учителей имела в виду. У вас-то, Ян Ивановна, наверняка уважительная причина. Елизавета Петровна, можно вас на одну минуту? Здравствуй, Коля. Как дела? Часто ты неважно выглядишь, как будто все ночь не спал. Ну да. Ну то есть, нет. Вы только не переживайте, пожалуйста, Елизавета Петровна. С Женей все уже в порядке. Она в больнице сейчас. Как? А что с ней? У нее операция была. Вы только не переживайте, хорошо? Какая операция? Когда? Сегодня ночью. Пожалуйста, не волнуйтесь. В какой она больнице? В 34-й. Почему же мне не сообщили, а? Почему же мне не сообщили? Куда же вы так несетесь, Зоя Семеновна? Ой, простите, Ренатна, спешу на урок. А то меня вчера не было, с ребятами нужно пройти две темы, чтобы не подвезти Савченко. Савченко? Ну да, а то подумают, что с приходом Савченко все обленились. Ой, а вот это вот ваше? Нет. А я думала, ваше. Снимок плода. Ребенок в начальной стадии развития. Да, странно. Интересно, откуда он здесь? А может быть, это дочери Борзовой? Она как раз вчера была в школе. Точно. Нужно донести его Борзовой. Конечно, мы должны помочь Юре. Можно заработать деньги на концертах. Да, но не забывайте, что концерты под руководством бабки Зеленовой нам больше не светят. Лер, а как насчет твоего олигарха? Точно. Он же обещал быть нашим продюсером. Лер, сходи к нему. Нет, девчонка, я не пойду. Почему? Ну, потому что она так очень много сделала для нас с Женькой. У нее своих проблем навалом. Слушай, а Октябрина? Октябрина предлагала продюсерство только... Ну, наверняка только из-за того, что ее группа не имела успеха в нашей школе. И она хочет доказать Борзовой, что если не ее группа, то наша будет иметь успех. Да и к тому же она сейчас беременна, и ей не до того. Ну и как нам теперь Юре помочь? Ладно. Вы сказали, она спит. Почему ты мне не позвонил? Почему ты мне не сообщил о случившемся? Ну, вчера было не до этого. Потом я не хотел тебя беспокоить, пока все окончательно не произнется. Я мать, я обязана знать первой. Сядь, 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 сядь. Успокойся. Врач сказала, что самое страшное уже позади. Обычный аппендицит. Ну, слава богу. Знаешь, я все-таки зайду. Субтитры подогнал «Симон»? Мам. Лиша. Тебе, наверное, говорить больно? Нет. Я так рада, что ты пришла. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Правда? Гораздо лучше, чем вчера была, когда в обморок от боли падал. Бедная моя девочка. Меня папа на руках до самого машины нес. Здесь потом всю ночь дежурил. Так жаль, что мне рядом с тобой не было. Ну, ты уже обсуждали. Ты с Романом живешь. Тебе нужно свою личную жизнь строить. Я только рада. Да. Людмила еще одна. Мы вас обыскались. Ну, можно было подождать несколько минут, пока урок кончится. И не пришлось бы бегать, сломя голову. Что случилось-то у вас? Людмила Федоровна, тут ваша дочь вчера. Когда приходила сюда, в школу. Кое-что забыла. А что она могла забыть? Помаду за 10 тысяч? Нет, не помаду. А вот. Ну, и какой это, по-вашему, срок? Ну, по-нашему, это примерно около двух-трех месяцев. А у моей дочери примерно седьмой. Что, вы не заметили? Вы биологию преподаете. Уж в таких-то вещах вы должны разбираться. Видите ли, Октябрина, она была так одета. Да, у нее была кофточка с завышенной талией. Совершенно трудно было понять. Где вы это нашли? Снимок выпал из тетрадей 11-х классов. А конкретнее? Тетради упали, все перепуталось. Это кто-то из учениц. Срочно собираем консилиум. О, Митюшкин, привет. Слушай, а что ты не на уроке? Проспал, а ты? Я вообще не спал. В игрушку резалась всю ночь. А какой следующий урок? На биологии. Вот блин, а я же забыл совсем. Я должен был доклад подготовить. Кац меня убьет. Так не ходи на биологию и все. Не, так, лучше я сейчас в библиотеку рвану попробую что-нибудь найти. А ты на МХК идешь? Ну да. Слушай, а ты можешь мне, пожалуйста, а? Ладно, попробую. Слушай, еще. Чего еще? Ранеткой передай, что... А, не, хотя не надо. Ладно, давай. Спасибо. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Здравствуй, Платонов. А, помогите мне, пожалуйста, к докладу по биологии подготовиться. Материал на тему найти, а? Пожалуйста. Так. А тема-то какая? А, прогресс в генетических экспериментах. Прогресс в генетических экспериментах. Сейчас что-нибудь найдем. Спасибо. Так, это подойдет. О, и эти пригодятся. Держи. А, спасибо. Я тут посижу, ладно? Посиди, посиди. Спасибо. 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 Так, тихо. Сели все на места. Звонок уже был, поэтому сидим и слушаем доклад, который нам будет читать Женя. А Жени сегодня нет. Да? А что с ней? Ну, так Алехина же у нас участвует в программе «Антиспид». А, Прокопьева, ты не знаешь, что с Алехиной? Нет. Вы же подруги. А у звезд нет подруг. Да? Ну, раз Алехиной нет, тогда открываем учебники и читаем параграфы с двадцать четвертого. По сто двадцать четвертый. Да, по двадцать шестой. Приду в конце урока и буду спрашивать. Все, я ушла. Прокопьева, скажи, а это прикольно быть звездой? Отстань. О, обратите внимание, типичная грубость, зазнавшаяся звезды-однодневки из провинции. Слушайте, ну хватит, а? Южин, а ты вообще помолчи. Ты читай про свои песики и тычинки. Тебе, между прочим, после урока еще отвечать. Тоже защитничек нашелся. Зеленова, что тебе надо? Мне ничего не надо. А вот зачем вы себя постоянно корчите суперзвезд? А никто из себя ничего не корчит. Выскочки. Да вам только в переходах выступать. Что ты сказала? Что слышала? Девчонки, хватит. Прекратите. А знаешь, Зеленова, а ты молодец. Что? Полиночка, ты супер. Ты что, совсем мозги растеряла? Как же я тебя люблю. Такая молодец. Вообще супер просто. Светочка, пойдемте в учительскую. Нас срочно собирают на пятиминутку. Что? А что случилось? Одна из старшеклассниц забеременела. Да вы что? Да, мы сами видели снимок УЗИ. УЗИ? Да, он выпал из топки тетрадей. Какой кошмар. Барсова рвет и мечет. Мне надо отлучиться. Ты еще будешь здесь? Ага, отлично. Тогда присмотри за библиотекой. Девчонки, Зеленова подсказала офигенную идею, как заработать денег для Юры. Что это, она вдруг заболела, что ли? Странно как-то. Да она случайна. Она даже сама не поняла, что нам подсказала. Она просто хотела нас унизить. Ну тогда все в порядке. Можно использовать. Ну и что она подсказала? Да. В общем, она нам сказала, что нам самое место играть в переходах. Вот лохудра. Ну идея-то хорошая, но есть одна проблема. Какая? В общем, Женьке на уроке не было. Я ей звонила, а она трубку не берет. Ну, бось, опять умотала куда-нибудь со своими скейтерами. Ну, будем играть без нее. Тем более классик в переходе не подключишь. Ну все, тогда решено. Сразу же после урок. Я беру акустику. Я тоже. Нет, а как же я? Моя гитара без электричества не звучит. Деньги будешь собирать. Воды. А я как барабан свой потащу. А давайте рассказываю, попросим. А эта идея, он обязательно поможет. Уважаемые коллеги, к сожалению, у нас в школе произошло ЧП. Господи, что на этот раз? Одна из наших учениц забеременела. Я не стала звать Савченко. У него после приезда срочные дела. И мы не должны его беспокоить. Ну и потом как-то нашим женским коллективом все-таки сподручнее. Кто же эта бедная девочка? Пока мы этого не знаем. Снимок УЗИ выпал из тетрадей одиннадцатых классов. Вот он. У кого-нибудь есть подозреваемые? Плохо, коллеги. Плохо. У вас под носом такое творится, а мы даже не знаем, на кого подумать. Зоя Семеновна, вы биолог. Вы должны были что-то заметить. Да, я должна была. Но ничего не заметила. Вы знаете, в общем-то, это может быть ведь любая. Спасибо, Зоя Семеновна. Вы очень помогли следствию. Людмила Федоровна, ну вы сами-то кого подозреваете? Ранеток. Кого же еще? Только они на такой способны. Только заснула. Суд для нее сейчас самое лучшее лекарство. Ты знаешь, мне кажется, что она очень скоро поправится. Ну, врач сказал, минимум дней пять. И выглядит хорошо. Да. А ты не очень. Всю ночь не спал? Переванда. Пойдем домой, я тебя покормлю, отдохнешь. Да не надо, я тут с утра уже хот-дог съел. Что это за еда такая, хот-дог? А? Давай, пойдем, пойдем. Я тебя просто обязана покормить. Но ты всю ночь переживал, а я спала себе. Тем более, сейчас в больнице, Володь, тихий час начнется. Здесь находиться нельзя. Ну, ладно, пойдем. А кто именно? Да, Ильша Пятера. Давайте рассуждать логически. Новикову до школы вечно подвозят куча женихов. Так что, запросто. Значит, Лера Новикова? Хотя, Липатова. Она при всех целовалась с молодым человеком, который болен спидом. Так что, тоже возможно. А, Кулеминой говорить нечего. О ее связи со Степновым мы давно знаем. Но это же неправда. Как видите, правда, к сожалению. А Алехина? Алехина, она же все время вертится возле Платонова. Вот, пожалуй, что только про кое пива еще ни с кем не было замечено. Но кто же все-таки из них? Не знаю. Я предлагаю пойти в столовую и посмотреть на девочек, как у них с питанием. Правильно. Но у беременных обычно особое пристрастие к еде. Вот и вы-то со мной пойдете, Зоя Семеновна. Елена Петровна, Зоя Семеновна, жду вас в столовой. А вы маму Жене случайно не видели? Так она с утра по срочному делу ушла. И не возвращалась? Да нет еще. А что вы хотели-то? Да мы в принципе Жене ищем. Опять ее нет. Ой, совсем же она мать свою не жалеет, а? Опять со своим скейтом. Жизнь только себе и матери портит. Так вы не знаете? Не знаю, знать не хочу, где она. Стыд какой. Да, придется идти без Женьки. Да, динамит она нас со своим скейтом. Игорь Ильич, а можно вас? Конечно, привет. Что случилось? Игорь Ильич, понимаете, мы решили помочь Юрию. Юрию? Ну да, ему нужно ехать в Швейцарию, а у него денег нет, чтобы лекарства новые испробовать. Ничего не понимаю, какой Юра, какое лекарство? Ну Юра, который выступал перед школьниками. А, который про спит рассказывал. Да, и ему нужны деньги на лечение в Швейцарии. Там Ленкины родители изобрели новое лекарство. Да, и ему нужно туда поехать. А денег у него нет. И мы, то есть Саранецки, решили ему помочь. Ну, денег подзаработать. А, вот теперь понимаю. Молодцы, девчонки, добро должно быть действенным, а не просто на словах. А я чем могу помочь? В общем, мы решили играть в подземных переходах. Все проблемы в барабанах, их очень тяжело тащить. Ну да, с барабанами не побегаешь. А без барабанов уже не то. Идея! У меня дома есть там-там. У него прекрасный звук. Но это же не барабаны. Не барабаны, но тоже музыкальный инструмент. Ударный, между прочим. У меня получится на нем играть? Конечно, даже не сомневайся. Я, собственно говоря, освободился и могу сходить за там-тамом. Спасибо большое. Идем в столовую? Соленые огурцы. Терпеть их не могу. Ну не можешь, не ешь. Ну что, он с Игорем Ильичем рассказов сказал, что легче притащить там-тамы. Так у нас же их нет. Зато у него есть. И он уже пошел за ними домой. Здорово. Слушайте, я тут новые стихи написала. Хотите посмотреть? Давай. Ну ничего, только слово красивее звучит неверно. Правильно, красивее. Ударение должно падать на букву И. А у Ани? А у Ани на букву Е, на пословный звук. Ну там же рифмуется. Ну по правилам это неверно. Ой, да какая разница? Правда. Так все тоже говорят. Девочки, разница большая. Это по правилам русского языка. Если мы хотим быть настоящими профессионалами, это очень важно. Да по-моему, так тоже можно говорить. Спорим, что нет? Идет. А, так что? Пусть ест все соленые огурцы. Ну, идет. Володь, вот еще картошечка с лучком, как ты любишь. С маслицем. Спасибо. Ешь, ешь давай. Что? Лиза, я не могу так есть, когда так смотришь. Ой, Господи, извини ради Бога. Извини, правда. Ну, как вы тут без меня живете? Как придется. То Женька готовит, то я. Стираем на машинке. Молодцы. Что поделать? Может, ты тоже поешь? Понимаю, торопишься. Чай выпью. Желаю вам приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, Новикова. Простите, что отвлекаю, просто у нас с девчонками спор возник. А как правильно произносить слово красивее? А, красивее. Ударение на второй слог. Спасибо большое. Что, это они русским языком увлеклись, что ли? Так поди смс-ку жениху пищу. По смс-ке ударение не требуется. А вы откуда знаете? Я продвинутая. Немножко. Так, спокойно. Соберитесь. Продолжаем вести наблюдение. Я была права. Можешь кушать все огурцы. Приятного тебе аппетита. Сой, Семеновна, что вы пелитесь-то во все глаза? Вот это так, как бы, незначально. Не за ним. Прыгнулся, Федорио. Я на Штирлице не училась. Я биолог. Ну, что ты морщишься? Я бы сейчас две тарелки схлопала. Моментомора. Еще привет от тети Ванны. Я потом съем. Пошли. Все ясно. Это я купила. Кто бы мог подумать? Да. Фу, ну и гадость эти огурцы. Больше не буду с тобой спорить. Русский надо знать, раз стихи пишешь. Ух ты! Это там-там? Ну, один знакомый эфиоп уверял, что звук, как у настоящего африканского там-тама. Класс. Ну, не бойся, он не кусается. Супер! Вот бы мне так. Ну, давай же, попробуй. Давай. Молодец, видишь, получается. Игорь Ильич, а он не тяжелый? Ерунда, такие запасы дотащил. Спасибо вам большое. Пользуйтесь. Огромный вам респект. Дай. Дай, помогу, пока. Спасибо. Здравствуйте, Людмила Федоровна. Ой, Ляшечка, ты мне как раз и нужна. Да, Людмила Федоровна. Найди, пожалуйста, и приведи ко мне Прокупь его Аню. В учительскую? Ну, не домой же. Хорошо, Людмила Федоровна, уже бегу. Какой же все-таки рассказывать молодец, не пожалел такую вещь. Да, мы бы без него не справились бы. Нам без него давно бы уже были кранты, борзова нас бы съела уже. Прокупь его, а тебя борзова везде ищет. Зачем? Понятия не имею. Но она сказала, чтоб ты срочно шла в учительскую. Вот что ей опять от тебя надо, а? Ладно, Вов, я пошла. Торопишься? Да, в школу надо. А ты ложись, поспи, вон какие круги под глазами. Да, я, пожалуй, посплю, а потом побегу в больницу к Женьке. Спасибо тебе за все. Обид был очень вкусный. Пожалуйста. Это тебе спасибо за то, что Женю спас. Да я считаю. Это врачам спасибо. Ну, пойдем, я тебя провожу. Ух ты! Ха-ха, супер! Ха-ха, ха-ха, Вы еще не слышали, как они звучат. Вот это звучок, прямо Африка. С такими там-тамами мы, как Джипси Кингс, зажигать будем. стоим в звездные подземных переходов. ха-ха-ха. Ну что, пойдем? А где Аня? А я Борзова к себе в кабинет вызвала. Зачем? Понятия не имею. А нам, кстати, уже пора ехать на заработки. Ну, идемте узнаем, что с ней. Пойдемте. Продолжение следует... Продолжение следует... в том самом. Ты хоть сама понимаешь, что ты натворила? Нет. Я вижу, что нет. Тебе же... Тебе же еще нет восемнадцати лет. А ты, если можно так выразиться, такое допускаешь. Людмила Федоровна, я не понимаю, о чем вы говорите. Ах, ты не понимаешь. А тебе никто не объяснял, что такие вещи имеют последствия? Какие вещи? Ну, такие вещи... Такие вещи, которые нельзя делать, не подумав. Особенно девушки. Да что я такого сделала? А ты уверена, что ничего особенного? Уверена. Какая распущенность! Не вы поглядите на нее! Глаза твои бесстыжие! Я так за Аню волнуюсь. Может, с девочкой вообще не виновата? Конечно! Мы же не знаем всей истории. Эх, надо было сначала ее к Малахову направить. Конечно! Она-то знает, что делать в такой ситуации. А потом будешь пусть беседовала Борцова. Кто что там? По-моему, она кричит. Кто? Борцова, конечно! А что, прочим беременным нельзя нервничать. А это сейчас доведет ее. Да, жалко, что Малахова сегодня Сыроков отпросилась. Да уж, нас с Борзова слушать не станет. Да, не станет. Я ни в чем не виновата! Я ничего плохого не сделала! Мало того, что ты пакостница, ты еще и гунья могла согрешить и иметь смелость признаться! Да в чем? Да в том, что у тебя совести нет! плевать тебе на всех! На родителей тебе плевать! На учителей, которые душу в тебя вложили на всех! Плевать! А что у вас тут за стопотворение? А там беременная Аня Прокопьева сидит. Ага, а Борзова ее жизнь не учит. А с чего вы взяли, что Аня беременна? Так нашли же снимок у Зивы учительской в тетрадях одиннадцатых классов. Да, и устроили ей проверку. Какую проверку? Она съела целую тарелку соленых огурцов. Боже мой, какая глупость! Это ж надо было до такого додуматься, бедная девочка. А вы не знаете Аня Прокопьева здесь? Она на допросе у Борзовы. А что? Что случилось? У них очень серьезный разговор. Про что? Про то, что она... Мы не знаем про что. Что-то мне не нравится все это. Давай зайдем узнать. Вы что, с ума сошли? Борзова там в таком гневе. Она так орала. Орала на Аню? Да. И не надо меня учить, как вести себя в подобных случаях. Вы еще слишком молоды для этого. Людмила Федоровна, я вас не учу, я просто прошу вас успокоиться. Я не могу успокоиться. Это позор для всей нашей школы. Если для вас чьей школы это пустой звук, то для меня это смысл всей жизни. Анечка, пожалуйста, подожди в коридоре. Людмила Федоровна, этот снимок УЗИ, который, насколько я понимаю, является основным доказательством беременности Ани Прокопьевой, это не ее снимок. Это мой снимок. Маш? Да, мой. Это я беременна, а не никто-нибудь из учениц. Понимаете, я просто забыла его сегодня в учительской. Вот и все. Борзова после возвращения Савченко вообще с катушек съехала. И никакая дочь ей не поможет. Ну, от тебя-то она что хотела? Да не знаю, кричала, обвиняла в чем-то. Я ничего понять не могу. И что, так ничего не объяснила? Нет, сказала, что я сама знаю. Еще обещала из школы отчислить. Вот мы, мра, а? Ну, вовремя Малахова появилась и, слава богу, все закончилось. Ладно, идемте. вот видишь, беременные какие нервные. Кошмар. Да уж. Так что видите, Людмила Федоровна, Аня Прокупева здесь совершенно ни при чем. Что? Что, Аня? Ни при чем? Ну, вот об этом вам сейчас расскажет Яна Ивановна. А у меня другие дела найдутся, поважнее. Яна Ивановна, как вам это удалось? А, что именно? Убедить в чем-то борзогу. Так я ей просто сказала, что это я беременна. Я забыла свой снимок в тетрадках. Вы понимаете, беременным свойственна некоторая рассеянность. Так это вы беременны? Ну, да. Вот здорово! Какая прелесть! Я вас поздравляю! Я тоже. Как вы себя чувствуете? Вы знаете, прекрасно. Я сегодня была у врача, и он сказал, что беременность притекает нормально. Как я вам завидую! А знаете, знаете, что удивительно? Что? Что мне не хочется ни огурчиков, ни грибочков, ни вообще всякой этой, ну, вот этой соленой ерунды. Да вы что? Слушайте, а может, борзога просто с дочерью своей не может умириться? Вот она на всех и кидается. Может, и поэтому. Ну, хватит уже о ней, надоело. И Женька опять исчезла. Не говори. Группа всегда должна быть вместе, а она применяла нас на какой-то скил. Ну, пусть ей будет стыдно. Да пусть. Все, больше не могу. Меняюсь. Девчонки! Давайте я вам полагу. Игорь Ильич, вы решили с нами? Да, буду курировать ваш уличный концерт. Ура! Ну, вперед! Спасибо, Коля, что посторожил. Извини, конечно, что так долго. Господи, где я? А сколько я спал? Так уже все уроки закончились. Как все уроки закончились? А сколько времени? Так, четыре часа уже. Как четыре часа? Ну, черт. Светлана Михайловна, а вы ранее так не видели? Я им должен сообщить кое-что очень важное. Они недавно ушли. Черт, а! Ничего, ничего. Сейчас все будет. Субтитры сделал DimaTorzok Это все о ней, это все о нем. Все случилось так, и здесь ни при чем. Прозвучат слова в сводках новостей. Это все о нем, это все о ней. Аром, привет. Ну, и почему мы так опаздываем, мадам? Я в этом кафе выпил весь кофе. Я была уже не в больнице. Что случилось? Вчера вечером ей стало плохо, Володя отвез ее в больницу, и ночью ее прооперировали. И что это было? Аппендицит. Надо же, так внезапно, как она себя сейчас чувствует? Слава Богу, сейчас хорошо, но я так переволновалась. Добрый вечер. Здрасте. Ну, и что мы хотим сегодня отведать? Честно говоря, мне порядком надоели эти кафе. Водка? Правда. Хочется ужинать дома. Хочется самой что-то приготовить. Ну, что ж, давай завтра поедим дома. Но сегодня позволь отужинать здесь. Я ужасно проголодался. Если хочешь, я сам тебе все закажу. Для тебя все мысли, а тебе все слезы, для тебя все песни до последнего дня. Может быть, не поздно, может быть, не вместе, может быть, забуду и уйду навсегда. А теперь... Девчонки, молодцы, здорово! А давайте еще что-нибудь, нам всем очень понравилось, а? Алло, двигаем отсюда, это мое место. Угу, сейчас. Ты что, его купил, что ли? Купил. Я тут всю жизнь рэп читаю. На 10 метров отойди и читай себе рядышком. Сами идите, это мое место. Да что вы с ним разговариваете? Давайте играем. Какие-то мочалки заняли мое место. Я раскатаю их в тесто, себя в обиду не дам. И мои строгие тексты проедут им по мозгам. Сижу словами мочалки по рукам и ногам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Надо же, какой Володька молодец. Всю ночь не спал, дежурил возле дочери. По-моему, это нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне даже ничего не сказал. Не хотел беспокоить. А как же ты об этом узнала? А мне Женькин друг в школе сказал. Его Володь попросил. Ну вот, говори, что не сказал. Сказал только через третье лицо. Ты знаешь, он так изменился. Стал такой заботливый. Такой внимательный к людям был. По-моему, ты обольщаешься. Почему? Потому что люди так быстро не меняются. Ну я же вижу. Тем более в таком возрасте. То есть ты хочешь сказать, что все это показуха? Это легко можно вычислить. А как? Ты устроим проверку, и все станет ясно. Во-первых, молодой человек, к людям, которые старше вас, нужно обращаться на вы. Ага. А ну тогда иди вы нафиг. А во-вторых, юноша, не пойти бы вам самим. Нафиг. Так как эта территория не ваше частное владение. И девчонки сюда пришли первыми. Так пусть первыми проваливают. Очкастый защитник, ступай-ка в библиотеку. Тебя там быстро научат, как взять ипотеку. Давай-ка двигай, дедуля. На моем месте не стой. И твой ансамбль мочалок ну просто полный отстой. Слышь, ты придурок со спущенными штанами. Вали отсюда, пока цел. Не расслышал. Мотай, говорю, пока по мозгам не зарядила. Ну, ладно, девчонки, успокойтесь. Не стоит он того, чтобы из-за этого устраивать скандал. Пойдемте, места в городе много. Пойдемте. Лагуткин, если хочешь картофельного пюре, сгони-ка в магазин за молочком, а? А тебя не волнует, что наша дочь еще из школы не вернулась? А у нее, между прочим, сегодня репетиции нет. А, между прочим, я ей звонила. Они сегодня выступали на площади. О, они уже площади собирают. Вся в меня. Да нет, они хотели денег собрать для Юры на лечение, но, похоже, у них ничего не вышло. Да, жаль. А мысль-то хорошая. Ты куда? Стараюсь решить вот эту самую проблему. Какую? Молока купить или концерт организовать? Обе. Зря мы этому рэперу не наваляли. Надо было ему врезать. Жалко, Игорь Лич, что вы нас остановили. Абсолютно не жалко. Физическая расправа метод крайний, когда речь идет о жизни и смерти. О чем речь? Мы, между прочим, деньги зарабатывали, чтобы Юре жизнь спасти. Но даже в этом случае драться не стоит. Лучше уступить и перейти в другое место, чем ввязываться в скандалы с неизвестно какими последствиями. А вы думаете, на новом месте на нас не наедут? Если этот рэпер мне еще хоть раз попадется, я ему такое устрою, мало не покажет. Ну и денег мало у нас. Всего 200 с копейкой. Ладно, я что-нибудь придумаю, обещаю. А сейчас мне нужно идти. Извините. Игорь Лич, а можно я ваш там-там домой заберу? Я хотела еще на нем поиграть. Конечно. Бери. Держи. Спасибо. Ну все. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. Девчонки, наконец-то вас нашел. Слушайте, я вам должен был еще утром сказать, я... Короче, Женька в больнице. В больнице? А что с ней? У нее аппендицит. Операцию ночью сделали, так что сейчас все в порядке, не волнуйтесь. А вы говорили, скейтеры, скейтеры. Ну что, в больницу? Ну куда же еще? Идем? Папа, почему я здесь уже почти сутки, а никто с девчонок ко мне не пришел? Ну, может, они просто не знают. Платонов им должен был с самого утра сказать. Ну, может, он забыл. Не переживай, завтра скажет. Вот если бы с девчонок кто-нибудь потерялся, я бы их сразу нашла. А они? Ну, не горюй. Завтра я принесу твой мобильный. Сегодня, извини, в спешке забыл. И сама со всеми созвонишься. Ну, почему они меня не ищут? Почему они тебе не позвонят? Вот завтра и выяснишь. Ладно, время для посещений сегодня закончилось. Тебе что-нибудь принести завтра? Все равно. Ну, давай. Все, Женечка, выздоравливай. Пока, пока. Пока. Кто вообще придумал охранника в больнице старить? И главное, вы перси такой. Ну, сегодня прием окончен, приходите завтра, если нам сегодня нужно. по-моему, с самого начала было понятно, что с этим нас боится не пустит. Ой, Ленка, в кого-то такая умная. Ну, хватит ругаться, а? Давайте лучше придумаем, что делать будем. Слушайте, девчонки, по-моему, где-то здесь. Ну, окна у Женьки не палатка. Да? А может, через окошко залезем? Нет, ты опять? Да нет, у меня есть идеи получше. А Женька А Женька любит спать Да это беззнакомым Давно ушла бывать Вай-вай, Женюлька Вай-вай-вай-вай Не ходишь в школу Значит, засыпай Бай-бай, Алиса Бай-бай-бай-бай Не ходишь в школу Значит, засыпай Алиса не любит бошек Алиса любит собак На это всем похоже Давно уши Так-так-так Бай-бай, Алиса Бай-бай-бай-бай Бай Субтитры Bao th Субтитрыut